добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале и продолжаю свою поездку в казань мы с вами спешим на теплоходе у нас сегодня речная продукта по волке субботовица Добрый день, уважаемые дамы и господа! Рады приветствовать вас на борту теплохода Москва-43. Сегодня вашему вниманию будет предоставлена культурная развлекательная программа, состоящая из краткой обзорной экскурсии в одну сторону, ну а в обратном направлении несколько узнаваемых композиций в исполнении аккордеониста. Для вашего удобства работает бар и кухня, а также работает официант. Приобщайтесь, кому будет интересно. Сегодня мы будем говорить об истории, а также коснемся достопримечательностей, которые будут непосредственно встречаться на пути. Исторически так сложилось, что на протяжении долгих веков здесь мирно уживались представители абсолютно разных народов с самыми различными вероисповеданиями. Официальная дата основания города принято считать 1005 год. Казань возникла на берегу реки Казан, недалеко от его падения в Ол. И за всю свою многереговую историю город никогда не стоял на Волге. Повторюсь, никогда. Это достаточно занятный факт, и только что с вами мы отправились от порта Казань на Волге. Но куда более интереснее будет узнать то, что Волга сама подошла к Казани, и случилось это в середине 20 века. Ну а каковы причины подхода Волги к Казани, расскажем несколько позже на разных примерах. Как же возник этот древний город? Более тысячи лет назад данные земли принадлежали государству, которое именовалось Молжская Булгария. Стоит отметить, что болгары — это кочевые племена тюркского происхождения, которые ранее вели. Кочевой образ жизни, а позже стали вести оседлый образ жизни, создавая свои государства. И так в истории значится созданных целых две болгарии. Кстати, одна из которых существует и по сей день. Болгария у Черного моря. Ранее она была основана как Дунайская Болгария по принципу географического протекания той или иной реки. Здесь же была создана Волжская Болгария. Но местные этносы, финно-угорского происхождения, такие как Морильцы, Мордвины, Удмурты, а не Болгар, называли Булгары. Оттого и основалось то самое название, как Булгария. Хотя разницы между болгарами и булгарами как таковой в принципе нет. Это далекие родственные народы. Болгары и дунайские позже ассимилировались со славянами и приняли христианство. Булгары-волгские ассимилировались позже с татарами, а несколько раньше до ассимиляции они приняли ислам. Такие вот родственные народы так и нашлись. И так Волжская Булгария. Это было могущественное средневековое государство, контролировавшее важнейшие участки Волжского торгового пути. Благодаря этому процветавшее, как в экономическом, так и в военном плане. Кстати, Волга это самая большая и самая длинная река всей Европы. Ее протяженность составляет более 3,5 тысяч километров. Это путь, который соединял северных и южных, западных и восточных купцов. Кстати, до 19 века главными дорогами были реки. А Волга, будучи самой большой в Европе, это была одна из главных магистралей для торговли. Был такой путь, что можно было начать в Тверской современной области. Добрый день, уважаемые гости! Свою дорогу, а закончить ее аж у Багдада. Вот такой был торговый путь. Значит, в чем таится такое преимущество данных земель, где мы находимся? Значит, для начала я обозначил, что столицей Волжской Булгарии был город Волга. Сегодня он существует, но он уже не центр данных земель. А вот Казань была построена в Волжской Булгарии как маленькая пограничная крепость. Маленько пограничная, не имевшая даже ремесел, не претендовавшая название какого-либо центра, охранявшая важнейший участок Волжского торгового пути. Мы с вами находимся на середине Волги. Здесь географический центр Волги. Волга берет свое начало на Волдайской возвышенности в Тверской области и заканчивается в Астраханской, где сливается с Каспийским морем. Вот здесь, после Казани, географический центр Волги. Во-первых. Во-вторых, здесь середина Волги. От Твери до Казани Волга протекает на восток, и от Казани до Астрахани на юг единственный поворот русла Волги на всем ее течении. Центр географический, единственный поворот. И все это контролировало крепость, построенное, и названо было Казань. Кстати, Казань – это уже интерпретированное название. Изначально город именовался Казан. Я думаю, многие из вас знают, что такое Казан. Казан – это котел, в котором что-либо готовят, варят, парят, жарят. Так вот, благодаря этому Казану-котлу город получил свое название. В современности насчитываются уже более 20 версий происхождения названия города, но все и они, так или иначе, отводят нас к Казану-котлу. То ли Казан здесь был найден, то ли первая крепость была построена по Котловине, напоминающим Казану. Были еще маленькие, то есть, если по Казану, что она у нас здесь был волшебный. И волшебные, которые люди работали в Казани, в Казани, в Казани, в Казани, в Казани, в Казани, в Казани. Этот полицию г apartments летят, а не в Казани, в Казани, в Казани. Многие годы погрузят в среди вековниках крупное количество земель. И все мы их прекрасно знаем как монголы или монголы-татары. По-разному их называют как историческим источником. Так вот, поиска внука Чингисхана и внукана Батыла доходят до данных земель в 1234 году. Они полностью завоевывают полосту в Булгарию, и исторически это государство больше никогда не возродится. И узет сметина с лица земли, назидание другим городам, чтобы тем было неповадно оказывать сопротивление. Единственная крепость, которая ухудшает после монгольца нашествия, и встанет крепость Казани. Именно сюда устремится за шторы всех поживших. Она не была тронутой, никакой причине, что здесь не было чем поживиться. Не было даже ременцев, лишь маленький военный гарнизон, который и не оказывал никакого сопротивления. А потому именно Казань по несчастливому стечению обстоятельствам становится новым центром данных земель. Сибуцовый мой образ с ним, в составе монгольской империи, с центром переброси в Казань. И так будет развиваться история города. Монгольская империя войдет на историю, как самая огромная сухопутная за все время исторических наблюдений, простиравшаяся от берегов Тихого океана на востоке до современных границ Чехии, Венгрии и Хорватии на запад. Вот туда доходили монголы, и там они собирали свою дань. Но любая империя имеет свое начало и имеет свой конец. И даже монгольская в историческом масштабе не является каким-либо исключением. И уже через пару веков своего могущества ее записнуло банально, как свет, проблемой. Проблемой, что и стали междоусобные войны. Когда наследников престола чрезвычайно много, каждый из них винит себя главным ханом. Сначала они начинают ссориться, а еще позже воевать. И так в котле этих событий рождаются множество независимых государств, зачастую именуемых как ханство. Когда у каждого хана в итоге должно было появиться свое ханство. И так раздираемое на части монгольская империя сначала разделяется на улусы, которые нам известны как орды. Была золотая, белая, синяя орда. А позже орды разваливаются на ханство. И так было основано одно из таковых – Казанское ханство. Тогда появилось Сибирское, Крымское, Астраханское, Казанское, Джунгарское, Коканское, Хибинское и многие другие. Казанское ханство было основано в 1438 году. Бежавшим из Ногайской орды, одним из многочисленных наследников Чингисхана, потомкам Чингизитской династии, ханом Улу-Мухаммедом, который захватил город, провозгласил эту крепость столицей. Столицей своего собственного независимого государства. Новая страница в истории. Потому что Казань становится настоящим политическим, культурным, экономическим, административным и научным центром. Настоящей столицей. Столицей казанского ханства. Так развивался город, но в период развала Монгольской империи он сопровождался этапом восстановления независимой государственности на Руси. И если Русь до прихода туда монголов было принято называть Киевская, потому что Киев был столицей Руси практически 4 века, то вот монголы придя на Русь сожгли Киев, полностью сожгли, как вот здесь они сожгли Болгар, так они сожгли Киев. И после развала Монгольской империи восстановительный этап на Руси начинается вокруг другого княжества, которым становится московское. Московские князья проводили политику объединения земель русских, ошибшую еще в историю как собирание земель русских. Но это было не просто собирание, а включение этих ранее разрозненных княжеств в свой состав. И так московское княжество в десятилетиями увеличивалось, приобретая огромные масштабы, где позже князь московский получает титул царя. И так было сформировано русское царство во главе с Москвой, которое проводило уже не только оборонительные, но и наступательные войны. Оно имело это царство, общую границу с Казанским ханством. Но это все, что было у них общего. Это были два центра силы, сформированные наконец в 15 веке. Казань и Москва. Потому что Казанское ханство через несколько десятилетий своего независимого существования стало одним из самых сильных осколков, одним из самых сильных осколков Монгольской империи. А русское царство набирало военные, политические, экономические обороты. Общая граница это все, что объединяло этих два государства. Во всем остальном это были абсолютно разные государства, разные языки, культуры, традиции, религии, и что неминуемо приводило к военным поисстолкновениям. И так целая череда московско-казанских войн продлится практически 7 десятилетий. И точку в этом противостоянии поставит известнейший царь московский Иван IV. Он нам более известен как Иван Грозный. При нем будет произведено целых три похода на Казань. И именно третий для Ивана Грозного будет увенчан успехом. Случится это 2 октября 1552 года, когда после семинедельной осады крепости Казань 150-тысячное русское войско с помощью подрыва крепостных стен обрывается в осажденную крепость, и длительные бои внутри крепости приводят к полному разрушению. Во-первых, ханская Казань была деревянной, во-вторых, она не столько была разрушена, а попросту была сожжена. По итогу, после захвата города, от крепости Казань остается лишь только пепел, воспоминания, развалины и фундамент, на котором будет восстановлен абсолютно заново новый город. Именно тот город, который знаем сегодня с вами мы, его будут восстанавливать в преимуществе русские зодчие. Русские зодчие только в преимуществе из города Пскова, который будет сюда направлено по распоряжению Ивана Грозного в количестве 200 человек. И весь исторический центр Казани, который мы знаем сегодня, начиная с Казанского Кремля и заканчивая устройством улиц, это все древнерусское сочетство. Через четыре десятилетия Казань, полностью восстановленный город, представлял из себя одной из самых укрепленных и защищенных крепостей. В городе удерживались огромнейшие вооруженные силы, позволявшие держать под контролем местное население, которое неоднократно совершало попытки восстановить собственную независимую государственность. А в честь всех этих событий в Москве будет поставлен известнейший храм, который и поныне стоит на своем месте на Красной площади. В Москве в народе называемый как Храм Василия Блаженного. Его истинное название Покровский храм, но полностью оно звучит как Храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на руку. В дни празднования Покрова Пресвятой Богородицы войска Ивана Грозного захватили в город Казань, и он был поставлен как памятник победы над самым сильным осколком Монгольской империи – Казанским ханством. В своем публике он имеет некие восточные архитектурные изыскания. В частности, впервые на православном храме на Руси были применены купола такой вот закрученной формы, что побуждает современных историками-следователей делать не только предположение, но порой и целое утверждение, что те купола являются прямой отсылкой на некогда главную разрушенную ханскую мечеть Казани при штурме войсками Ивана Грозного. Одна из главных задач, которая отводилась для крепости Казань, это была охрана восточных рубежей русского царства. Но поскольку рубежи все дальше и дальше уходили на восток, то в итоге Казань уже ничего не охраняла, а оказалась в далеком тылу. По итогу к русскому царству было присоединено еще и Сигирское ханство, оно оказалось одними из самых слабых ханств среди всех осколков монгольской пирии. Присоединение этого ханства знаменовало новые задачи для города Казани. Во-первых, Казань имела большой выход в большой реке, во-вторых, оказалась в далеком тылу. И в власти в Москве приходит молодой, амбициозный царь-реформатор, все вы его прекрасно знаете, который повлияет на развитие города Казани в дальнейшем. Известен он нам как Петр Первый, человек, который сделает Россию могущественной военной державой, сделает административную реформу, ведет новую культуру, потребление еды, быт, традиции. Все будет изменено при древнейшем, даже летое числение. Петр Первый победит самую сильную армию Европы, Шведское королевство. Благодаря этому утвердит право на владение теми землями, где сегодня располагается северная столица России. И там же он построит эту столицу. Это будет первый порт в истории русского царства на незамерзающем Балтийском море. В целом на незамерзающем море, потому Россия станет морской державой. И в 1721 году этот город, который будет назван в честь Святого Петра, в моду Петр ведет фламандские языки, западные Европы, голландский, бельгийский, нормандский. И город Святого Петра на фламандском будет звучать как Сейнт Питерсбург. Он же и станет столицей, но уже не русского царства, а Российской империи. Петр станет первым императором в истории России. Именно с этого момента начнется развитие города в Казани. Бурное развитие города. Каким образом? Благодаря выходу к большой реке, выгоднейшему пиловому расположению географическому. По распоряжению Петра I, именно Казань станет одним из центров кораблестроения, как бы это удивительно не звучало. Потому что теперь России будет требоваться огромное количество военного, торгового, морского и речного флота. И сюда будут направлены адмиралы, капитаны, лоцманы, штурманы, матросы. В устье реки Казанка при падении в молку строятся суда верфь, и на них будут возводиться корабли огромного водоизмещения, позволяющие ходить не только по рекам, но и по морям. Я отмечу, что до третьего всего военно-морского флота Российской империи XVIII века будет произведено здесь, в устье реки Казанка при падении в молку. С прибытием сюда хорошо образованных, достаточно обеспеченных людей начинает развиваться культура и наука. Параллельно открывается пороховой завод, открывается Сухонная Слобода, где в Казани есть такая станция метро сегодня. Адмиралдейство основывается, и Казань превращается не просто в Центр кораблестроения, а в настоящий Центр военной индустрии, находящийся в далеком тылу. И вот этот статус, который будет заложен еще при Петре I, статус тылового военно-индустриального центра, город пронесет с собой сквозь века, сохранит и по сей день. И вот с прибытием сюда образованных и обеспеченных людей и развития культуры и науки сопровождается открытием театров, а также открывается первая провинциальная мужская гимназия в 1758 году. И Казань становится центром просвещения данного края. В 1767 году Казань посещает Екатерина II, путешествуя на галерии Дверь Павулки. И с момента посещения города Екатерины II начинается либерализация по отношению к местному населению. Она издает декрет о терпимости вероисповедания, что позволяет татарам впервые в истории в составе России строить свои национальные публичные здания, а также мечети из камня. И я смею отметить, что нет в Казани мечети древнее 1767 года, то есть с момента посещения города Екатерины II. В 1804 году происходит еще одно стабусное повышение города. Торжественно открывается Казанский императорский университет. Он становится третьим по важности во всей Российской империи, и долгое время он оставался самым восточным вузом страны. Впоследствии в нем будут учиться выдающиеся политические, научные, военные деятели, среди которых даже известнейший подписатель. Лев Николаевич Толстой учился здесь. Владимир Ильич Ульянов более нам известен как Ленин в истории. Они все когда-то были студентами именно Казанского императорского императорского университета. В XIX веке происходит Первая мировая индустриальная революция. Это ознаменовывается появлением парового двигателя. Именно тогда начинается мировая эра пароходов и паровозов, и Казань становится одним из главных центров пароходства на всей Волге. Благодаря этому город растет, и в XX век вступает с населением 130 тысяч человек. Бучи пятый, по численности в России российских веках, ведет к узнанчему входящей со своими прежними статусами важнейшего крыломого военно-индустриального центра и важнейшего научного центра. Бурный 20-й и 50-й. Огромнейшую массу повреждений, которых Россия еще никогда не видала в своей истории. За одно столетие сменятся три формы правления, три государства, произойдет две мировых войны, три революции. Это все за одно столетие. Российская империя, Советский Союз и Российская Федерация, в которой мы сегодня живем. Говоря о веке 21-м, то я отмечу, что Казань неуклонно продолжает повышать свою статусность. В 2005 году с огромным размахом было отмечено тысячелетие в городах Казани. А я уверен, что вы все помните, как я начинал экскурсию, что Казань появилась в 2005 году. Так вот, в 2005 году тысячелетию был отстроен казанский метрополитен, мост Миллениум через реку Казанка, символизирующий тысячелетие и историю города. Парк тысячелетия заложен, множество развлекательных, образовательных, инфраструктурных объектов, а также главная мечеть города на территории Казанского Кремля, мечеть Кул-Шариф. Появилась она лишь только в 2005 году. Мечеть Кул-Шариф названа в честь главного имама ханской Казани, еще ханской Казани, Саида Кул-Шарифа. По сути дела, главного идеологического противника Ивана Грозного, который возглавлял сопротивление внутри осрожденной крепости Казань. Но все это начинает привлекать туристические потоки, и Казань становится чрезвычайно привлекательным городом с точки зрения туризма. А в 2013 году происходит самый большой прорыв в туристической индустрии, когда о городе как следует узнает весь мир, потому что участники и болельщики со всего мира приезжают в Казань, чтобы посмотреть на всемирную молодежную универсиаду, прошедшую в 2013 году. Знакомиться с культурой, традициями, достопримечательностями увозят с собой только самые лучшие впечатления. И в 2014 году город Казань вносит в список мировых туристических городов. В том же году, в 2014 году, проведенное голосование на туристическом сайте TripAdvisor показывает следующие результаты, где Казань занимает третье место в Европе и восьмое во всем мире. со статусом как одно из наиболее быстро эволюционирующих мест для туризма. Кстати, по популярности у туристов среди всех городов России сегодня Казань занимает четвертое место, уступая лишь незыблемые другие лидеры в Петербург, Москва и Южный Сочи. Более трех с половиной миллионов человек в год посещает данный город в качестве туриста, хоть и в самой Казани проживает от силы миллиона-полтора. Эта огромнейшая нагрузка на инфраструктуру города вливается целый толпу туристов в теплые летние вечера, в особенности в центре города. На правопулачный, на островского лево плачный, бауманы, я думаю, слышали от таких улиц уж точно. А с 2020 года уже было окончательно утверждено следующее, что Казань это третья столица России. И это звание уже четыре года город вносит с гордостью. Итак, подводя итог, я отвечу, что со времен Петра I, когда начался бурный расцвет города Казани, был заложен статус важнейшего главного военно-индустриального центра. В современности наличие вертолетостроения, паркового завода, химической военной промышленности, оргсинтеза и многого другого делает из Казани именно такой город. Казань это важнейший научный центр России. Когда-то Казанский Императорский, где учился Толстой и Ленин, а сегодня Казанский Приволжский место среди всех университетов России. Казань это четвертый по популярности у туристов город России и Казань это третья столица России. От той маленькой пограничной крепости Волгарии до современного мегаполиса столицы республики Татарстан. В 1956 году была сооружена Жигулевская дампа. И вообще в целом современная река Волга это не просто свободно текущая река, это целая система гидротехнических сооружений. В советское время многие реки были превращены в целые системы. В современности на Волге 13 дамп, 13 гидроэлектростанций, шлюзы, каналы, целых три канала, которые соединяют любой город, стоящий на Волге или связан судоходством с Волгой, портом пяти морей, потому что целых три канала были построены в советское время Волгодонский, Волгобалтийский и Беломорский канал. И так из Волги можно в действительности выйти в целых пять морей. Это Белое, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море. Так что если приписывать еще этот эпитет, то Казань это еще порт Пяти Морей. Но вот сооружение той самой Жигулевской дамбы, которая случилась в 1956 году, спровоцировало, что логично, поднятие воды. И вода поднялась в среднем на пять метров. И Волга разлилась в среднем в пять раз. Местами Волга поднялась даже на семь, местами на три метра, но в среднем это на пять метров. Жигулевская дамба была названа в честь гор Жигули. А сформировавшееся Куйбышевское водохранилище, в котором мы находимся по сути дела с вами, было названо в честь города Куйбышев, который сегодня именуется Сама. Но в советское время он именовался Куйбышев. Так вот мы не просто на Волге, а мы в далекой-далекой северной части Куйбышевского водохранилища. И вот поднятие Волги в среднем на пять метров спровоцировало ее разлил. И в 1957 году, то есть через год после сооружения дамбы, разлившаяся Волга подошла к городу Казани. Именно тогда было принято решение углубить береги, построить первый порт в истории города на Волге. Именно тот пассажирский порт, от которого мы отошли, и тот, куда мы обязательно вернемся. Это первый порт в истории города на Волге. Это и есть ответ на тот вопрос, как же мы отошли от порта Казань на Волге, если я говорил, что Казань никогда не ставил на Волге. Вот именно спровоцированный разлив подвел Волгу к Казани. И все берега города были укреплены чрезвычайно мощно. Вся Казань в дамбах. На самой Казанке целые две дамбы. В городе есть Кировская, есть Креблевская дамба. Река Казанка дважды поменяла свое русло, и в целом уже остановились на том месте, где она есть. На самом деле ширина Казанки, если вы видели из Креблевской набережной, раз в 10 уже, чем то, что там есть, потому что это вода из Волги туда нырлась. И таким образом даже известнейший город, который многим из вас известен как остров Град Свияжский, никогда не был островом. Стал он островом лишь только в 1957 году. Он обывался тремя реками. Свияга, в честь которой назван Щука, вторая и третья, это Волга. А четвертой стороны он объединялся с Услонскими горами. И эти перечушечки были совсем маленькие, Свияга и Щука. А вот с 1957 года спровоцированный подъем воды на 5 метров привел к тому, что Свияжик стал островым. Кстати, вот мы сейчас на некоторое время, буквально на пару минут, перенесем наш взгляд на противоположный берег от города Казани. И так, слева по борту по ходу движения теплохода настоящие горы, которые укрыты растительностью, деревьями, лесами. Вот настоящие горы. Услонские горы. Здесь мы видим поселок, вот он слева, это верхний Услон. Благодаря нему-то горы и получили свое название. Это Белые горы. Из них вся белокаменная Казань построена. Вот все, начиная с Казанского Кремля, заканчивая храмами, соборами. Все, что вы найдете белокаменной, все было добыто здесь. Здесь есть каменоломные поселки Печища. Интересное название. Услон такого слова нет ни в одном из языков местных групп. Башкиры, татары, русские утмурты, морейцы, мордвины. Нету такого слова. Услон говорят, это симбиоз двух разных слов, когда Иван Грозный два раза ходил на Казань, и за что он два раза неуспешно. И второй раз, возвращаясь из неуспешного похода по этим горам, в конце он увидел отвесную скалу, где позже была построена база, которая сегодня является остров Гранд Свеярск. Это военная база, которая была возведена за 28 дней в 30 километрах от крепости Казань на вершине с ровным плато одной горы, которая тремя реками омывалась Свияга, Щука и Молка. В честь Свияги эта база была названа Свиярском. За 28 дней официально Свиярск был собран как конструктор Лего. И вот там накопили боеприпасы, провизию, и третий поход благодаря Свиярску для Ивана Квозного увенчался успехом, потому что осаду города Казани можно было бесконечно долго держать. Но вот как же возникло слово «услон»? Так вот, строители Свиярска за 28 дней собирали эту крепость, а чтобы им не мешали татарские военные отряды, вот по этим всем горам были выставлены русские военные гарнизоны, которые числились в документах как заслоны, стоящие на уклонах. И вот симбиоздух этих слов говорят, это влияло на появление такого названия как «услоны». Нижний услон ниже по течению реки, а вот верхний услон, который мы видим выше по течению реки. А теперь мы воочию с вами посмотрим, как выглядит затопление окрестностей с помощью подъема воды. Волки. Справа по борту, по ходу движения теплохода, мы видим с вами старинное заброшенное красно-темпичное здание, чрезвычайно привлекательное с точки зрения архитектуры, объект, который манит именно свои архитектурные составляющие. Кстати, здание было изначально построено таким образом, чтобы весенние паводки ни в коем случае его не затапливали. Потому на высоком холме, на укрепленном берегу, это был, кстати, обрывистый берег Волки, здание всегда оказывалось во время весенних паводков на острове. А потом вода уходила и снова это был обрывистый берег, высокий холм. Но вот в 1957 году развившаяся вода из Волги спровоцировала то, что это здание больше уже никогда не оказалось на берегу, а оказалось на острове. Это не поместье, не усадьба, не дворец и никакая не администрация прошлого. Перед вами старый казанский водозабор середины 19 века, отстроенный в архитектурном стиле модерн. И вот эта насосная станция с огромным количеством архитектурных изысканий именно архитектура привлекает. И вот это количество архитектурных изысканий в который раз подтверждает то, что 19 век был полностью пропитан эстетикой. Все сферы искусства, музыка, живопись, архитектура, это ведь тоже искусство, согласитесь. И вот таким образом именно архитектурная составляющая является столь притягательной. Несмотря на то, что здание неухоженное с 1957 года, когда состоялся разлив, что за ним никто не следит и оно оказалось на острове и за этого за ним никто не следит, то именно архитектура является столь привлекательной. Вот этот одиноко торчащий оголовок в воде, который венчает колодец, где стояли насосы, приводимые в движение еще с помощью паровых двигателей в 19 веке, это целое произведение строительства. Таким оно призвано сегодня. И весь этот комплекс современности с 2019 года внесен в список культурного наследия Республики Татарастан. И существуют планы сделать здесь театр на воде. Но пока что это лишь только планы, тем не менее они уже есть. С 1937 года старый Казанский водозабор прекратил свою работу. В 30-е годы проводилась политика индустриализации, где города росли и воды требовалось все больше и больше и он перестал удовлетворять нужды водных ресурсов, которые требуются для города. А потому был построен новый Казанский водозабор. Я думал особого труда найти новый не составит. Справа по борту две огромные башни посреди реки торчащие. Официально эти башни именуются Крибы. Это малый и большой Крип. Малый Крип предназначался для личных нужд горожан, большой для промышленных нужд города. Новый Казанский водозабор именуется новым, но не работает уже 17 лет. Его же надо как-то отличать от старого. Отработал он 70 лет с 1937 по 2007 год. То есть 17 лет он уже располагается кстати официально в стратегическом резерве. Принцип забора воды здесь следующий. Значит, внутри этих башен никогда не подразумевалось наличие воды. Там находятся насосы на самом дне, которые до 2007 года закачивали самую глубокую воду. А самая глубокая вода считается самой чистой водой. Оттого и место для строительства данного объекта было выбрано неспроста. Там где стоят эти башни самая большая глубина в окрестностях города Казани достигающая 27 метров. В сравнении это 9-этажный дом уходящий от уровня реки до самого дна баши. Кстати, сделав сравнительный архитектурный анализ с прежним водозабором мы заметим как эстетика века 19-го лишь легким эхом пронесшиеся сквозь десятилетия отразилось на неких выпуклостях. Посмотрите, на вершинах большой башни вы заметите окошки, рядом с которыми имитация выложена кирпичами. Это тонкие намеки на архитектурные изыскания эстетики прошлого. Но в целом это уже абсолютно другой и новый архитектурный стиль, потому что каждое столетие рождают новые принципы искусства. Архитектура это тоже искусство, создает свою эпоху. Так вот в 30-е годы еще не были забыты лозунги, которые во времена гражданской войны в российской империи гласили, что фабрики рабочим, землю крестьянам, идеологическая заряженность и вера в светлое будущее, победы коммунизма во всем мире рождало эти самые лозунги, как реки вспять повернем и горы свернем. И именно тогда в 30-е годы рождается советский монументализм. Именно он является столь притягательным. Именно монументализм является главной составляющей в этой архитектуре, которая так манит наше внимание. Но легкая эхоэстетика еще не забыта, потому что 1937 год это лишь 15 лет, как был официально создан Советский Союз. С 2007 года Казани воды требуется не меньше, чем раньше. Ну а потому был открыт новый казанский водозапор. Вот такая вот терминология. Самая современная насосная станция, находящаяся на берегу, справа по борту. Давайте сделаем сравнительную архитектурную анализ. Вспомним эстетику века 19-го, монументализм века 20-го. И вот вам перед вами современность. Архитектура искусства, оно отображает свое время. Как это охарактеризовать? Прямо на берегу вот эти постройки. Простота, лаконичность, проглотичность и функциональность. Это и есть, наверное, кредо века 21-го. Современные принципы забора воды более не требует строительства колодцев, крипов, околовков, башен, как бы их ни называли, какая бы терминология ни использовалась. Но именно здесь производится закачка 90% воды для нужд города Казани. Так что Волга даже сегодня является важнейшей составляющей в жизни города, потому что благодаря Волге когда-то крепость Казань возникла, благодаря Волге эти земли процветали в Волжском торговом пути, а сегодня благодаря Волге город набжается на 90% водой. Ну, а теперь мы переходим к заключительному объекту нашей экскурсии. Его будет очень трудно не заметить. Это архитектурная доминанта окрестностей, находящейся справа по борту. Это обилие разноцветных куполов, которые трудно не увидеть. Один из популярнейших туристических объектов города Казани, входящий в множество туристических маршрутов, известен под названием Храм всех религий, порой величайный как Вселенский храм, но я отмечу, что это и не храм в привычном понимании данного слова, лишь по той причине, что здесь никогда не происходили богослужения. Официально он именуется как международный центр культурного и духовного единения. Он объединяет в себе 16 элементов самых крупных религиозных течений за всю историю нашей человеческой цивилизации, от ныне существующих до давно ушедших, под древнеассирийской религией, от окнепоклонников цивилизации, до самых современных саентологий и веры в существование инопланетного разума, переплетение с индийской веденческой религией, китайским даосизмом, японским дзембуддизмом, тибетской, индонезийской, исламом, иудаизмом, христианством, залами розенгрейцеров и масонов. Вам предлагается понять следующее, что в действительности все религии крайне похожи, а Бог один для всех, как бы вы его и называли. И с течением времени рождались новые пророки, новые религиозные культы, происходили войны и катаклизмы, рождались мученики и святые, вводились новые заповеди, устои, каноны, но Бог по-прежнему оставался одним для всех. И главное, что здесь стоит принять, что отсутствие распри на религиозной почве между людьми, народами и государствами это и есть самое главное, то есть гуманизм. 30 лет назад ровно был заложен фундамент для строительства этого храма, когда Ильдар Мансевич ханов после путешествия по Тибету и Индии увлекся медитацией. И во время медитации он увидел белобородого старика, который велел взять ему лопату и начать копать у себя во дворе родного дома. В итоге, во время копания к нему и пришла мысль доказать всем людям на планете и показать, что Бог одинаков для всех, а все религии по сути дела имеют один философский исток. И лишь потом они уже стали отразниться со временем. Итак, на этом мы будем заканчивать нашу экскурсию. Я полон надежды, что вам удалось хоть что-либо почерпнуть из данного экскурса. Через некоторое время вам будет предложено прослушивание нескольких композиций на аккордеоне. Ну а я, подводя итог, скажу лишь одно спасибо за внимание. КОНЕЦ 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 Вот на этом мы с вами не закончим нашу сихолочную прогулку. Всем огромное спасибо за внимание, за посмотры этого видео. Я очень рада, что вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем здоровья! Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok